так слава богу братья и сестры приветствую всех вас я из россии из города тулы в эти дни такие очень непростые дни для вот моего служения реформаторского православного служения для всех друзей для всех друзей церковной реформации конечно знакомо моё служение моя деятельность для тех кто еще может мало знает мое служение представлюсь я сергей журавлев архиепископ реформаторской православной церкви христа спасителя то есть я православный обновленческий священнослужитель реформатор и с 88 года начал свое полное служение в традиционном еще православии тогда русской православной церкви московского париархата и с 91 года как священник уже настоятель храма до девяносто шестого года в девяносто шестом году по идейным соображением вышел из традиционной православной русской церкви московского париархата и вот с того самого времени начал свой труд как обновленческий священнослужитель как реформатор по божьему призванию и в коем нахожусь до сего дня и вот конечно на протяжении этих лет приходилось разными родово рода насчет сталкиваться трудностями и мое служение как бы она и сталкивалась конечно и сталкивается и думаю будет сталкиваться с подобными с разного рода трудностями потому что служение непростое и господь призвал меня именно к труду нести евангелие христово христианам православным нести реформацию православной церкви вот и над чем я и тружусь и конечно последние дни были очень непростые конечно за эти годы всякое было и несколько раз был близок смерти и традиционные православные священнослужители и прихожане храмов православных традиционных и нанимали на меня уголовников насчет преступников криминальный мир насчет им всякого рода роза рода угрозы звучали неоднократно но вот сейчас ситуация немного изменилась сейчас уже не через криминальных людей не через такие запугивания угрозы о физической расправе а теперь через прокуратуру через милицию а попытка очередная остановить мое служение и 21 октября был обыск или как осмотр здесь не знаю как назвать это насчет и изъяли ноутбуки мой у детей насчет и и старый ноутбук и стационарный компьютер едва еще стационарно компьютера которыми давно уже не пользовались насчет один из них очень его же старый уже просто по годам своим им все это изъято сейчас я вот записываю и даже это видео насчет к сожалению то только лишь вот с помощью телефона благо телефон мой на месте насчет и я имею возможность через телефон ходить в интернет записывать видео фотографировать насчет и печатать правда неудобно через телефон печатать потому что эти маленькие кнопочки насчет как бы непривычно и как бы много времени уходит как бы набирать эти тексты вот и завтра 7 числа ноября я буду должно должен быть допрос моих детей старших насчет их вызвали в прокуратуру но вот сейчас буквально вот буквально несколько минут назад следователь звонил насчет и отменили насчет этот допрос и в какой день вызовут теперь даже не знаю мою жену допрашивали также но меня безусловно допрашивали первым делом 21 числа же как раз перед выездом моим воркуту где проводил в эти дни семинары богослужения вот и знаете ли ко всем друзьям церковной реформации ко всем тем кто молится и молитвами финансами поддерживать мое служение я благодарю бога за каждого из вас и прошу продолжать ваше служение участие в моем служении реформаторском православном служении в этом божьем движении божьем служении вот и также в москве если кто из вас проживает в москве в городе москве или завтра планирует быть в городе москве то насчет пожалуйста вы можете со мной встретиться я буду завтрашний день в москве и насчет и одна из нужд но есть финансовый нужно определенное конечно если вы иметь возможность то карточка сбербанка на публикуется везде насчет наши и там яндекс кошелек все эти вот там web money там разные варианты есть вашего участия служение почтовым переводом и прочее насчет и сюда в тулу и если у вас есть возможность такая пожертвовать значит компьютер именно нужен крайне необходим сейчас ноутбук потому что без него как ну как как без рук фактически я в моем служении потому что вся епархия разбросана так вот и только лишь вот да к сожалению вот ноутбук который мне благоставил наш отец сергий из гомеля вот увы его тоже забрали значит которым я пользовался последние месяцы эти отец сергий извини но так вот к сожалению твой ноутбук ушел тоже туда в полицию но я не знаю насколько там все это затянется это расследование насчет там и насчет запугивание и прочее 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 но как бы то ни было я буду продолжать свое служение сдаваться не собираюсь потому что господь иисус христос он и вчера и сегодня и он во веки тот же самый и евангелие христово сегодня необходимо также нести всем абсолютно всем людям не верующим и неверующим и по всякому верующим независимо от нашей национальности цвета кожи пола расы религиозной принадлежности политической принадлежности евангелие христово для всех есть спасительная весть слава богу и эту неделю буду преподавать я с 10 же числа до с 10 начинается лекция моих в николаеве по истории христианства был в Иркуте планирую также проводить здесь в Туле семинар насчет даст бог насчет в орле тоже вот так что следите за обновлениями новости за новостями я буду стараться в социальных сетях если даже не имею возможности через компьютер сейчас пользуюсь у братьев верующих разных баптистов харизматов 50 ников там адвентистов насчет у своей знакомой буду брать насчет возможность как бы просить печатать и что-то и публиковать но нужен свой ноутбук конечно или планшет ну желательно с такой клавиатуры как бы планшет или ноутбук завтра вы можете со мной встретиться и мне это благословить крайне необходимо мне это для служения ну и финансово тоже прошу поддерживать также не ослабевать вашем служении финансом потому что каждая копейка каждый рубль что вы сеете перечисляйте насчет нашего наш счет сбербанка карточки сбербанка россии это удар по врагу удар по сатане по дьяволу по его царство тьмы вот слава богу с молитвой всех вас с любовью во христе иисусе из города тулы сергей жуалев архиепископ реформаторской православной церкви христа спасителя сегодня 6 ноября 2014 года благословение всем вам мир всем шалом